Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Оказать поддержку пострадавшим и родственникам погибших, усилить меры безопасности на предприятии. Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по ЧП на промсинтезе. Глава Самары Лена Лапушкина проверила санитарное состояние пляжей, прогулочных зон и объектов потребительского рынка. Что порадовало, а что вызвало замечания. Более 2000 гектаров травы предстоит скосить предприятиям города в течение июля. В мэрии Самары обсудили актуальные сезонные задачи. Двух сердец одно решение. В День семьи, любви и верности в Самарской области зарегистрировали отношения более 300 пар. Выбыли из борьбы за трофей. Футболистки Крыльев Советов уступили Ростову в матче 1-8 финала Кубка России. Дмитрий Азаров в минувшие выходные провел совещание по ситуации на ЧП на промсинтезе. В пятницу на заводе произошел взрыв. Шесть человек погибли. На совещании, в котором приняли участие руководители промсинтеза, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, мэр ЧП обсудили вопросы поддержки семей погибших и пострадавших, Обеспечение безопасности трудового коллектива и дальнейшей бесперебойной работы завода. На каждую семью создадут социальный паспорт, как это сделано в отношении военнослужащих и их близких. Семьям погибших предприятие выплатит по 500 тысяч рублей. По словам губернатора, в причинах ЧП разбираются компетентные органы. А сейчас необходимо проверить обеспечение мер безопасности при производстве и хранении неутилизированных отходов на предприятии. Муниципальные предприятия и службы города за прошедший месяц практически в два раза перевыполнили план по покосу травы в Самаре. Актуальные сезонные задачи и достигнутые результаты обсуждали на еженедельном совещании в мэрии. Ежедневно в городе трудятся 50 бригад, более 170 человек. Для чего необходимо ухаживать за газонами города, выяснил Михаил Ермоленко. Покос травы не просто поддержание эстетического состояния территории города. Многие из разновидностей сорняков провоцируют сезонную аллергию, поэтому в течение лета ежемесячно службы города уделяют особое внимание уходу за газонами. Работать начинают еще в мае, когда высота травяного покрова достигает 10-15 сантиметров. После покоса высота газона составляет 3-5 сантиметров. Площадь территории в границе городского округа Самара, где требуется регулярный покос травы, составляет 2192,83 гамм. В том числе 4,60 гектар закреплено за МПИ подрядчиками городского хозяйства, департаменты городского хозяйства. 1,732 гектар закреплено за внутригородскими районами. В ходе обсуждения актуальных задач глава города Елена Лапушкина поручила муниципальным предприятиям, главам районов и профильному департаменту активнее улучшать состояние газонов на внутридворовых территориях, в зонах, прилегающих к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, всех социальных объектов Самары. В том числе и на тех пространствах, которые ранее благоустроили в рамках муниципальных и федеральных программ. Убедительная просьба глав внутригородских районов проверить территории, которые делали вы во дворах в рамках КГС, общественные территории в рамках КГС по покосу, по растениям, по содержанию. Посмотрите, пожалуйста. Ежедневно на покос выходят 50 бригад, порядка 175 человек. Особое внимание общественным пространствам Самары. Так в течение сезона специалисты уже шесть раз приводили в порядок газоны на набережной, неоднократно выходили на санитарную уборку скверов и парков. Продолжат трудиться и в будущем. Впереди еще два с половиной месяца активного покоса. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. Глава Самары Елена Лапушкина вместе с руководителями профильного департамента, управления главного архитектора, муниципального учреждения «Самарская набережная» и главами районов проверила санитарное состояние территорий пляжей, прогулочных зон и объектов потребительского рынка. Об этом мэр сообщила на своей странице в телеграм-канале. Елена Лапушкина отметила, что новые конструкции на пляжах пользуются большой популярностью среди горожан. Это теневые навесы с тентами из прочного материала, деревянные удобные кабинки для переодевания. Вопрос единого стилистического оформления всех объектов потребительского рынка в городе остается актуальным. Совместно с архитекторами, предприниматели, которые работают на набережной, должны выработать решение по переоформлению своих объектов единой концепции, отвечающей всем рекомендациям благоустройства общественных пространств в туристической части города. Однако есть и замечания, сообщила глава города. В некоторых местах необходимо промыть тротуарную плитку, более чусятельно выполнить прополку газонов. Все ответственные получили соответствующие поручения. В России предлагают считать многодетными все семьи, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме. В Министерстве труда уточняют, что приказ о едином подходе к определению этого статуса уже подготовлен. Сейчас его рассматривают в правительстве, после чего документ должен подписать президент. Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной семьи, поскольку различий между усыновленными и кровными детьми, согласно Семейному кодексу России, нет. Помимо этого, подобный статус также получат и замещающие семьи, вне зависимости от формы устройства ребенка в них. Совет да любовь. В Самаре отметили День Семьи, Любви и Верности. Его празднуют традиционно 8 июля, в День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи. В этот день в Самарском регионе брак заключили более 300 пар. В областном центре торжественная церемония проходила на Площади Славы. Подробности у Светланы Тимофеевой. 8 июля 2023 года, в День Семьи, Любви и Верности, ваш брак зарегистрирован. Вы стали мужем и женой. Для Анастасии и Артема этот день стал самым важным в их жизни. Молодые люди работают дознавателями в полиции. Познакомились в учебном центре МВД России в Нижнем Новгороде. Дальше мы стали общаться, переписываться, приезжать друг к другу в гости. Ну, вот так. И жить вместе. И жить вместе, да. В то время, когда мы поехали вместе, опять же, в учебный центр, мы вышли из автобуса в ресторан, так сказать, пообедать. И прозвучало мое имя и фамилия. И потом фраза «Это ты?» И вот тогда я почувствовал то, что это что-то родное. Что-то должно произойти у нас. Раньше Анастасия работала в Новокуйбышевске. Ради Артема специально перевелась в Самару. 8 июля, в День семьи, любви и верности, родилась их семья. В этот день только в Самаре на площади Славы свой брак зарегистрировали. Более 30 пар. Это вообще-то символично, потому что у нас в России, как нигде в мире, отмечается праздник, день семьи, любви и верности. Поэтому я считаю, что ребята решили зарегистрировать свой брачный союз именно в этот день. С чем я хочу потом поздравлюсь. Я думаю, что это прекрасная дата для того, чтобы начинать свою семейную жизнь. Потому что, как ни крути, наша жизнь полна символов. И когда эти символы нагружены каким-то таким дополнительным значением, они эмоционально очень хорошо запоминаются. И в молодой семье, которой впереди не избежать каких-то кризисов. Вот эта нагруженность, что это день семьи, любви и верности, оно будет им обязательно помогать. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, именно 8 июля, в день семьи, любви и верности, в регионе стартовал проект «Здоровая семья, здоровые дети». Каждой паре вручили сертификат на диагностику репродуктивного здоровья. Безусловно, проект надправлен прежде всего на повышение рождаемости. И сегодня каждой паре, которая регистрирует свой брак, будет вручаться этот сертификат. И я уверена, что это также очень хороший шаг для того, чтобы рождаемость в нашем субъекте повышалась с каждым годом. После торжественной церемонии каждая пара шла фотографироваться к памятнику Петра и Февронии Муромских, в честь которых 8 июля назвали «Днем семьи, любви и верности». В этот день торжественные церемонии бракосочетания прошли на набережных Тольятти и Сызрани. Всего в этот день в регионе брак заключили 315 пар. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. В день семьи, любви и верности в Самаре поздравили не только молодоженов, но и пары, которые уже преодолели долгий путь вместе. На набережной у Ладьи состоялось награждение тех, кто в браке уже больше четверти века. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Светлана и Александр Возные в этом году отметили 25 лет совместной жизни. Познакомились еще в студенческие годы, учились в институте связи и жили в одном общежитии. Ну, у нас вообще судьба побросала. Светлана вот из Минска, я из Воронежа, потом здесь уже поближе были. Я был в Оренбургской области, она здесь в Самарской области. Это перед тем, как в институт поступить. Приехали в институт, после института уехали в Оренбургскую область. То есть мы как челноки помотались. Россияне. Россияне, да. В семье Возных двое детей, младший ребенок с особенностями. Помощь ему исплотила родители, а также сподвигла их самих помогать людям. Консультируем родителей по разным вопросам. Я по медико-социальной экспертизе, по техническим средствам реабилитации. Александр у нас консультирует в доступной среде. Работать семейные приемные запустили. То есть мы помогаем семьям, которые воспитывают детей инвалидов, либо инвалидов уже старше 18 лет, но с ментальными нарушениями, соответственно. Считают, что основа крепкой семьи – любовь друг к другу и к детям. Семья, дети – это, наверное, основные ценности в нашей жизни. Живем для чего? Чтобы были дети, потом себя продолжать. А как вместе долго жить и не разводиться? Тут действительно нет никакого индивидуального секрета. Просто люди должны любить друг друга, терпеть друг друга в чем-то. В чем-то друг другу помогать, а в чем-то, может быть, себе отказывать. В День Петра и Февронии супругам вручили медаль за любовь и верность, дипломы и памятные подарки. Награду получила и семья Макаровых. Андрей и Ольга в браке 39 лет. Вырастили двух дочерей. Ольга работает в сфере страхования, Андрей – подполковник запаса. Рассказывает, что познакомились совершенно случайно, шли разными дорогами, но судьба все же свела их вместе. Мы познакомились в клубе военного училища, это было в Казани, в 1983 году. Назывался «Вечер иностранных языков». Вот там мы встретились, познакомились. Как-то сразу такое возникло чувство. Хотя за час до этого еще даже и не предполагали, что попадем на этот вечер. Видимо, звезды сложились так, что в этот день мы должны были встретиться и пройти наш жизненный путь вместе. Чему мы очень рады. А путь семья военного проделала немало и пожили во многих уголках страны. Больше всего в Забайкальском крае, на Урале все трудности пережили благодаря любви. Я очень люблю свою супругу, очень люблю. Поэтому я не представляю себе, как я могу жить без нее. Наверное, это никакой не секрет. Просто любовь, уважение, забота. В День семьи, любви и верности в Самаре наградили 15 супружеских пар, которые прожили вместе больше четверти века. Вы замечательные семьи, которыми мы гордимся. Я очень горда и рада тем, что вместе с вами могу поздравить все семьи Самарской области с этим замечательным днем, с Днем семьи, любви и верности. И начнем с самого главного поздравления. Поздравление губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Уважаемые земляки, примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности. В жизни каждого человека семья занимает особое место, где родные, дорогие сердцу люди бескорыстно дарят свою любовь и становятся надежной опорой в трудные минуты. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира и согласия. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. После церемонии награждения праздник продолжила концертная программа. На сцене у Ладьи прошел фестиваль семейного музицирования. На сцену выходили семейные коллективы, а также целый хор многодетных семей Самары. Запомните люди слова, это песня, семья это значит вместе. От Владивостока до Калининграда, за руки возьмемся, большего не надо. Тянется от Балтики до Сахалина, дружная семья, дружная Россия. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Настоящее соседское противостояние развернулось на правом берегу Волги. Жители села Рождествено обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну и рассказали, что один из спусков к реке, некогда общедоступная территория, оказался заблокирован. Совсем недавно на склоне появился забор и калитка, которая постоянно закрыта. На диалог новые соседи с жителями села не идут, поэтому их навестила делегация, состоящая из членов надзорных ведомств и парламентария. Детали истории узнал Михаил Ермоленко. На удивление местных жителей и проверяющих, дверь, ведущая к берегу Волги, в этот раз открыта. Как оказалось, хозяева незаконного заграждения знали, что приедет проверка. В остальное время доступ к воде, некогда общей зоне отдыха, закрыт. Вторят друг другу жители Усинского, одного из поселений села Рождествено. По словам местных, забор появился около двух недель назад. Но даже несмотря на это, диалог с владельцами земли на прибрежной зоне не ладился и раньше. Здесь всегда отдыхали и купались дети с родителями, а сейчас новые соседи гостям не рады. Наши дети ходили всегда сюда купаться. А даже родили, не пускают даже на берег. Отдуваться за соседей вышел предприниматель Антон, хотя домов в округе как минимум три. По словам мужчины, земля под строительство была куплена законно. А на вопрос депутата Госдумы, как здесь появился забор, предприниматель ответил, что не имеет к этому никакого отношения. Занята и водная гладь. Новые соседи установили в акватории плавающие платформы для котиров. По словам руководителя сельской администрации, строения не зарегистрированы, а следовательно, находятся рядом с берегом незаконно. Владелец платформы Антон говорит, что уже два раза пытался поставить причал на учет в профильном ведомстве. Но сделать этого так и не удалось. Отдел водных ресурсов здесь с нами присутствует. Мы сделаем все, чтобы это все было демонтировано. Но эта история незаконного захвата земли не единственная. Поодаль все на том же берегу обосновались и другие, желающие приобщиться к волжской природе. Пройдя дальше вдоль забора, проверяющие увидели еще как минимум четыре строения. Подошли к самому заметному. Огромная особняка, во дворе множество транспортных средств. Прямо напротив частного причала. Все также закрыто забором. Доступ к воде ограничен. Работает пункт охраны. Постояльцы на контакт с ревизорами не идут. Кто-нибудь дома? Здравствуйте, есть кто дома? Куда убежать? Чуть дальше от этого здания идет стройка. Возводят еще один дом. Все меньше пространства остается для подхода и проезда. Возникнет здесь пожар, к воде не доберется даже спецмашина. А это уже серьезное нарушение. Благодаря обращениям местных жителей поселения Усинский, теперь ситуация с ограничением доступа к берегу Волги на контроле не только местной администрации надзорных ведомств, но и депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Сами дома находятся законно. Они находятся на частной территории, не в водоохранной зоне. Но по водному кодексу должен быть обеспечен доступ к 20-метровой зоне, к воде. И никакими ограждениями, никакими заборами препятствовать прохождению прохода людей туда никто права не имеет. По итогам выезда делегация выработала алгоритм дальнейших действий. Будет проведена дополнительная проверка силами уполномоченных органов. Затем прокуратура проработает вопрос обращения с исками в суд. С одной стороны, о демонтаже всех незаконных объектов, которые находятся в водоохранной зоне. А с другой стороны, об обеспечении доступа гражданам к воде и становлении так называемого сервитута для пожарного проезда. Проверка должна пройти достаточно быстро и привести к торжеству закона и защите прав людей. Подытожил парламентарий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Более 2000 нарушений правил дорожного движения зафиксировали сотрудники госавтоинспекции за минувшие выходные. Состояние опьянения допустили управление транспортом 73 водителя. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли 351 автомобилиста. 77 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий также выявили 111 правонарушений со стороны пешеходов. Участников дорожного движения призывают не терять бдительность и не нарушать правила. Огромное недовольство жителей Самары вызывает скоростная езда мотоциклистов, особенно в вечернее и ночное время. Орёв двигателей приятен лишь самим водителям. Места, где чаще всего нарушают водителей, сотрудникам ГИБДД хорошо известны. Там и был проведен профилактический рейд «Мотоциклист». Подробности в сюжете Елены Чернявской. Во время рейда инспекторы объясняют водителям мототранспорта правила поведения на дороге и напоминают о важности соблюдения скоростного режима. На участках без ограничительных знаков он стандартный для города – 60 км в час. Водители и пассажиры мототранспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км в час, чтобы пострадать, сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму. Поэтому мотоциклистам и водителям скутера необходимо особо внимательно относиться к правилам дорожного движения и не допускать нарушений, и всегда иметь при себе права. Очень много ездить без категория, очень много. Надеяться на то, что уедут, ускользнут, объедут, развернутся, конечно, нужно. Но для того, чтобы ездить на таком транспорте, нужно нести еще больше ответственности, потому что опасность на автомобиле, но тем не менее ты в коробочке сидишь, а когда ты ездишь здесь, и кто-то не показал поворотник, уехал, то вероятность того, что ты будешь не там, где нужно, а где-то там, она велика. Кроме того, инспекторы следят за уровнем шума мотоциклов на проезжей части. В Самаре его порог – 96 дБ. Для измерения используют специальный прибор – шумомер. За 6 месяцев 2023 года сотрудниками госавтоинспекции города Самары выявлено более 300 нарушений водителями мотоциклов. Наиболее, скажем так, подверженные нарушения, такие считаются у нас как незарегистрированные в установленном порядке. Это порядка 20 мотоциклов. Нарушение управления транспортом без мотошлема – 36 факторов. Ну и зачастую это, конечно, управление транспортом без страхового полиса ОСАГО. Основными причинами аварии с участием мототранспорта по-прежнему остаются несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение бокового интервала и правил маневрирования. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. По данным Яндекс.Путешествий, в июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по целому ряду зарубежных направлений подешевели перелеты. Сильнее всего цены снизились на авиапутешествия в Азербайджан на 23%, в Арабские Эмираты на 20% и в Турцию на 14%. Ключевая причина снижения стоимости авиабилетов – дополнительные рейсы из России в эти страны, появившиеся в конце апреля. Основная часть дополнительных рейсов приходится на следующие авиакомпании. Аэрофлот, Победа, Ред Уинкс, Россия, Азимут, Сибирь, Ямал, Азур-Эйр, Северный Ветер, Икар, Уральские авиалинии, Алроса, Ир-Аэра. По одежке встречают. В минувшее воскресенье во всем мире отметили День моды. О современных трендах в одежде и грамотном составлении гардероба на все случаи жизни у экспертов спросила Галина Топилина. Красота в простоте. Несложные принты, женственные формы, но яркие расцветки и смелые сочетания. Современные дизайнеры вдохновляются модной эпохой нулевых. Модные силуэты с разрезами сочетаются с классикой и традициями. Снова возвращается женственность. Оверсайз у нас отходит на второй план, так как все от него немножко подустали. Если касательно талии, то мы видим, где-то года полтора назад у нас начала входить в моду заниженная талия. И сейчас все больше и больше людей присоединяются к этому тренду. Также у нас тренд на кожу, пайетки, перья, открытое тело, различные шнуровки. Совет, который дают стилисты – не скупать все трендовые вещи сразу. Сначала нужно оценить параметры своей фигуры, психотип, цветотип и образ жизни. И сформулировать свой запрос «Что я жду от образов?» Мы должны обращать внимание на контрастность глаз, на цвет кожи, на цвет волос. И исходя из этих характеристик, мы подбираем себе цвета. Можно дома поэкспериментировать, взять лоскуток ткани приглушенного цвета и яркого цвета. То есть мы прикладываем к себе один цвет, смотрим, как нам, прикладываем другой цвет, как нам. После этого стилисты предлагают перебрать свой гардероб, избавиться от того, что хранится на черный день или просто жалко выбросить, и приступить к формированию базового гардероба. У нас в сознании зафиксировалось то, что базовый гардероб – это черные джинсы, светлые джинсы. В гардеробе должна быть белая футболка и так далее. Но это на самом деле совсем не так. Для каждой женщины он будет разный. Например, для одной женщины, которая, допустим, пять дней в неделю ходит в офис, два дня у нее выходных она там ходит, встречается с подругами, для нее базовый гардероб будет преимущественно состоять из костюмной группы и несколько вещей на выход. Комфорт и уют в сочетании с классикой и яркими расцветками. О своих предпочтениях в одежде рассказали жительницы Самары. Комфортный, удобный, чтобы было и ярко, и интересно, и комфортно при этом. Я предпочитаю классику. Классика – это всегда ты модный, всегда в ногу со временем идешь. То есть можно иметь базовые какие-то сантименты, базовые сорочки классические, базовые какие-то пиджаки. И ты всегда будешь выглядеть красиво. Я считаю, что главное еще, знаете что, иметь какую-то дорогую обувь, дорогую сумку и дорогую фурнитуру, это очки или бижутерии, или наши любимые бриллианты. Самой мне нравится спортшик. Я люблю более спортивные виды одежды. Люблю брюки, люблю джинсы, люблю рубашки, поло и разные такие аксессуары. В зависимости от сезона, если это лето, то это более натуральные ткани. Когда была фигура, можно было носить что-то такое облегающее. Сейчас уже более свободное. Любителям натуральных тканей стилисты советуют присмотреться к синтетическим материалам. В современном мире по своим свойствам они могут составить конкуренцию натурпродукту. Текстильная промышленность не стоит на месте. Создаются и появляются все больше и больше синтетических материалов, которые дадут фору натуральным материалам. Многие натуральные материалы, такие как хлопок, лен, крапива, они заминаются при носке. В то время как современные синтетические материалы по этим характеристикам выигрывают. Но при этом они также дышат, их легче гладить и они не мнутся сами по себе. Подобирая принты, стилисты обращают внимание на анималистические, флоральные, геометрические сюжеты. И, конечно, на классику, которая никогда не выходит из моды. Клетка, полоска и горох. Эти образы в стиле ретро-шик отличаются своей элегантностью и универсальностью. Однако не стоит забывать про стилизацию ретро-образов на современный лад, отмечают стилисты. Быть иконой стиля непросто. Приходится продумывать образ до мелочей, опираясь на цвет и тип своей внешности и особенности фигуры. Например, вот это платье вполне подойдет под повседневный образ. Однако, если сюда добавить яркую деталь или, например, белую рубашку, то образ уже приобретет свою изюминку. По словам стилистов, на улицах больших городов платье в горошек будет смотреться как нечто милое, давно утраченное и невероятно трогательное. Ярко-розовый, зеленый, охра, оранжевый, серый. По словам стилиста, это тренды сезона. Образ может быть монохромным или сочетать различные цвета, которые на первый взгляд могут казаться самостоятельными. Стилисты призывают не бояться, экспериментировать, но всегда во главу угла ставить свои предпочтения, а не тренды с глянцевой обложки. Галина Топилина, Константин Головин, События. Далее наша рубрика «Новости спорта». Крылья Советов в рамках подготовки к Чемпионату России по футболу провели контрольный матч против «Нефтехимика» из Нижнекамска. В первом тайме соперники не смогли реализовать свои моменты, зато после перерыва порадовали зрителей большим количеством голов. Счет открыли нижнекамцы, после чего самарцы усилиями Липового, Бабкина и Ушакова трижды поразили ворота оппонентов. Окончательный счет установил нападающий «Нефтехимика» Артем Котик, оформивший дубль. 3-2 победа Крыльев. Футбольный клуб «Акрон» провел две товарищеские встречи против московского «Спартака» на тренировочной базе столичного клуба. Матчи прошли в один день в формате два тайма по 35 минут. В первой игре соперники обменялись быстрыми голами и до конца матча больше не забивали. Ничья 1-1. Во второй игре итальятинцы дважды забили, отличились опеков и попов, а свои ворота оставили в неприкосновенности. Победа 2-0. Весной соперники встречались в рамках Кубка России, тогда победу тоже одержал «Акрон». Женская футбольная команда «Крылья Советов» выбывает из борьбы за Кубок России. В матч 1-8 финала в Олжанке дома принимали Ростов. Первая половина прошла в равной борьбе, но открыть счет не удалось. В начале второго тайма гости заработали пенальти. В своей штрафной рукой сыграла игрок самарской команды. Анна Пешкова 11-метровой реализовала. Отыграться «Крылья» не смогли. Поражение 0-1. Самарские буревестники завершили групповой этап во второй лиге чемпионата России по американскому футболу 9-9 победой в домашнем матче против второй сборной Татарстана. На стадионе «Локомотив» самарцы переиграли гостей 46-22. Эта победа позволила занять первое место в дивизионе «Волга» и выйти в четвертьфинал с преимуществом домашней площадки. Соперник определится в ближайшее время. Игра плей-офф состоится 22 июля. Дарья Касаткина завершила свое выступление на Уимблдоне в третьем круге. Толятинская теннисистка не смогла прервать серию неудачных игр против белорусской Виктории Азаренко. И вновь ей уступила. 2-6, 4-6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Дарья дважды сделала эйс, совершила 4 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подачи соперницы. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Ремонт проспекта Ленина в Самаре выполнен на 99%, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Объект обновляют на средства национального проекта безопасные и качественные дороги на всем протяжении. От улицы Полевой до Новосадовой. Рабочие уже приступили к укладке нового полотна на завершающем участке. От улицы Первомайской до Полевой. Также в настоящее время завершается устройство верхнего слоя покрытия на участке от Новосадовой до Полевой. На этой улице сейчас уложено уже 33,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Произведена замена 16 смотровых люков, обновили 43 люка дождеприемных колодцев. По информации Самарского ТТУ с 11 июля по техническим причинам вносятся корректировки в работу межмуниципального маршрута номер 108, губернский рынок, микрорайон, Южный город. Перевозка пассажиров на маршруте будет осуществляться одним автобусом и одним электробусом. Стоимость проезда за наличные расчеты по банковской карте льгот нет, сообщают в телеграм-канале городской департамент транспорта. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале информирует, что 13 июля с 0 часов до 22 в связи с проведением планово-предупредительных работ по подготовке к отопительному сезону не будет холодной воды в поселке Управленческий. Адреса бойлеров с питьевой водой, улица Зеленая, дом 3, 5, улица Крайняя, дом 17, улица Сергея Лазо, дом 46А и улица Витвистая, дом 1. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргис, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok